всем привет всем привет дорогие друзья из афиона из деревни демирли сегодня наш последний день и завтра мы возвращаемся в аланию сегодня погода ночью была очень очень дождлива и друзья здесь просто невероятно прохладно если в алании жара плюс 30 плюс 40 здесь у нас плюс 15 и как всегда в начале своего видео я хочу поблагодарить всех тех кто нас поддерживает и угощает нас чашечкой кофе если вы считаете что наша работа наши видео вам интересны если мы делаем что-то полезное и для вас повторюсь интересно и вы можете угостить нас чашечкой кофе за нашу работу как это сделать смотрите в описании к этому видео не забывайте подписываться на нашу группу в фейсбуке там всегда много интересного много прямых эфиров фотографии из алании других районов турции ну и конечно же заходите на сайт нашей компании мы занимаемся брендингом маркетингом дизайном и если вам что-то необходимо для вашего бизнеса будем рады будем рады вам помочь ну а сейчас дорогие друзья отправляемся из деревни в близлежащий небольшой городок так называемый на рынок сегодня деревенский рынок посмотрим что там есть и и купим что необходимо в дом и на вечер наши приключения в деревне не заканчиваются у нас машине сел аккумулятор и сейчас силами всей деревне будем его в общем будем делать так чтобы машина поехала потом поедем во фьон и сразу в ремонтную мастерскую в общем приехал трактор зачем-то до трактору сейчас будем подключать и заряжать вот такие вот приключения сейчас будем заряжать от трактора постепенно собирается вся деревня посмотреть что мы тут делаем а вот всеми вами уже известный котик который как только мы выходим на улицу он всегда к нам подходит и мы его кормим всякими вкусняшечками да котик это деревенский котик все его знают и все его подкармливают да пока они там разбираются с трактором друзья айхан в прошлом видео в каком-то одном из видео из деревни рассказывал про этот дом и если с этой стороны люди живут то здесь как вы видите никого нет и несмотря на то что дома уже не пригодны для жилья хозяева землю не продают и ничего здесь не строят в основном эту землю завещают своим детям внукам давайте зайдем хотя бы заглянем а нет смотрите здесь есть сено значит дом еще живой ну точнее используется наверное скорее всего как как склад и посмотрите какая старая дверь если ее отремонтировать было бы шикарно просто шикарно если бы всю эту деревню отреставрировать не заново перестроить а вот эти вот дома отреставрировать и как я вам говорила на вот этот источник утром днем или вечером приходят животные здесь родниковая вода и она здесь питьевая ее можно пить можно готовить еду можно готовить чай чай особо вкусно получается и вот пастух привез привел своих коров чтобы они утолили жажду я сегодня узнавала цены на животных и мне сказали что хорошая корова может стоить от 15 до 20 тысяч лир а если покупать маленького теленка то теленок стоит порядка шести порядка пяти тысяч лир и растет очень долго ну года два занимаясь чтобы теленок превратился в большую корову животные попили и сейчас обратно идут пастись а а а и а а а и а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Маленькими поселками. Как вы видите, микроавтобусы такие маленькие, комфортные. А мы приехали в Уксане. Здесь живет около 5000 человек. И сейчас идем покупать саженцы. Мы приехали на рынок за саженцами. Но здесь есть вот такой магазин, где можно купить саженцы. Очень много видов разного перца. Вот этот, например, тонкий зеленый очень острый перец. И есть разные виды перца. Поскольку у всех в садах все померзло, если вы не смотрели, смотрите прошлое видео. А вот этот перец, например, из этого перца делают салчу. Как вы видите, самый популярный. Вот это тоже какой-то перец. В общем, много видов. И одна штучка, один саженец стоит 1 лиру 50 курушей. Вот этот перец зеленый. Вот этот, например, разноцветный такой перец. Сейчас идем на рынок и посмотрим там. Очень много тракторов. И рынок сегодня у нас в той стороне. Рынок сегодня не очень большой. На развес продают разные крупы. Сейчас час дня. Посмотрим, что здесь осталось. Вот, например, подают цветы и саженцы. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Розы разные. Можно купить и посадить, например, в своем саду. Посмотрите, какая красота. И на самом деле они очень-очень даже дешевые, эти саженцы. Но нас интересуют саженцы перца. Здесь также продают много разных семян. Вот, например, капуста, которая растет у нас в саду, выросла из вот такого, вот из таких семян. В общем, можно купить либо семена, либо саженцы. Здесь саженцы перца острого по одной лиле. Сейчас, видите, очень многие приезжают и покупают, потому что у всех все померзло. Также есть лук. И, друзья, у кого в Алании большие балконы, можно купить как саженцы, так и разные семена. И посадить у себя на балконе в Аланийской жаре. Они вырастут очень быстро. И саженцы, и семена также продаются в Алании. В центре на Пятничном рынке. Также здесь продается вот такая вот зелень. И, друзья, кто знает, что это за зелень, задаю вам вопрос. Пишите в комментариях, кто знает, что это за зелень. Пахнет даже через маску. Чувствую, как пахнет вкусно. Друзья, я для вас нашла пример идеального дома. Вот, наверное, в такой же цвет нам нужно будет покрасить и свой дом в такой кирпичный цвет. И, как вы знаете, многие дома либо новострои сделаны из бетона, либо дома кирпичные. Так вот, вот этот дом очень красивый. Здесь классный сад. Единственный его минус в том, что он стоит на очень-очень оживленной улице. И фасад дома выходит прямо на очень оживленную улицу. Но здесь есть и пристройки. И за этим домом располагаются и самые обычные традиционные дома. Здесь не пройти, но я вам покажу. Располагаются и дома, построенные из кирпича. Ходят курочки. В общем, очень-очень классно. Вот этот дом мне очень понравился. Особенно его цвет. Но давайте сейчас пройдем и посмотрим, как он выглядит с улицы, с фасада. Поскольку дом расположен на очень оживленной улице, здесь вот такая вот глухая стена. Есть главный вход. И сейчас покажу вам, как выглядит сад этого дома. Со стороны можно посмотреть, как выглядит сад этого дома. Посмотрите, это идеальный деревенский дом. Да, если бы я постоянно жила в деревне, мой дом, наверное, выглядел бы так. Точно. Точно такой цвет. И цвет прям натуральный. Очень-очень классный. Ну, давайте мы немножко заглянем на задние дворы, как живут люди. Заходить не будем. И здесь рядом с этим же домом есть и другой дом. Вы видите, здесь тоже растут всякие разные перцы, помидоры и так далее. Напишите обязательно в комментариях, как вам цвет вот этого дома. И вообще, как вам устройство сада. Мне кажется, очень классно. Субтитры сделал DimaTorzok По дороге мы остановились, чтобы нарвать травы. Эта трава называется по-турецки Ада Чай. И это очень полезная трава, которую добавляют в чай. И она от любого гриппа, от любых простудных заболеваний можно пить. И, как мне сказали, поднимет на ноги сразу же. Поэтому вот так вот она здесь растет. Можно рвать. Я ее нарвала. Насушу дома. Высушу дома, когда приеду. И вот такая вот здесь красота. Прямо с дороги уже чувствуется, как пахнет зеленью. И вот этим вот потрясающим, лечебным, так называемым, чаем. Ну что, дорогие друзья, наше пребывание в деревне закончилось. Как вы видите, погода очень переменчивая. С утра было очень тепло. Прямо жарко. А сейчас буквально в течение часа начался дождик. И прохладно сегодня. Порядка 12-15 градусов. И читая комментарии на фейсбуке из Алани и посты на фейсбуке о том, что кто-то писал, как бы, куда бы, как бы уехать от этой жары в июле в августе. Я, сидя здесь в деревне Вафьёне, думала о том, скорее бы в Аланию и согреться. Действительно, для Амайи это нетипичная погода. Но это было истинное блаженство побывать здесь, в деревне. Сейчас мы едем в город. Этот вечер, ночь мы проведем в городе, а завтра утром уже отправляемся в Аланию. Я надеюсь, что вам понравились эти наши видео из деревни. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Потому что более 70% тех, кто смотрит наш канал, не подписаны, а всего 30%. И если каждый из вас, кто смотрит нас, подпишется, то нас будет уже 100 тысяч. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Обязательно комментируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, то в описании ко всем видео есть мой WhatsApp номер. Пишите, я буду рада вам ответить, чем смогу, помогу. Ну а в следующем видео вы увидите город Афьон. И в последующем видео, как мы возвращаемся в Аланию. Спасибо всем тем, кто угощает нас чашечкой кофе. Безмерная благодарность, друзья, за вашу поддержку, добрые слова. И желаю всем всего самого хорошего. Надеюсь, что в скором времени вы приедете в Турцию. И надеюсь, что хотя бы раз в жизни вы побываете в турецкой деревне, увидите настоящую Турцию и побывайте в городе Афьоне и в деревнях около Афьона. И мы, конечно же, будем этому способствовать. Всем всего хорошего. Пьем чай и отправляемся в город. Всем всего хорошего. Смотрите нас, подписывайтесь и будьте здоровы. Всем пока-пока.